добрый день выполняю просьбу зрители моего канала просили снять подробно как устроена обсадная коробка на брусовом доме так сейчас я ее разберу разбирается она довольно таки просто нужно будет снять вот этот над оконную доску верхнюю потом нужно будет вытащить две остойки и уже снять подоконную доску вот это вот две вертикальные стойки в них выбраны пазы пазы под шипы вот такого плана шип размер этого шипа 50 миллиметров 50 миллиметров 50 миллиметров 50 миллиметров 50 и 50 размер вот этого паза вот здесь размер 50 миллиметров а глубина 45 это для того чтобы вот так вот вы вставляете сюда и у вас остается расстояние в 5 миллиметров чтобы законопатить потому что если плотно сделаете вы потом туда не проконопатить это дело вот таким вот образом выглядит шип в оконном проеме на самом срубе вот он до конца еще обратите внимание как дом сел вот смотрите какое расстояние вот это вот вот это вот так дом сел когда он садится на шкантах правильно хорошо сюда лист бумаги не просунете в эту трещину это вот место соединения бруса а подвисшие дома которые подвисают на шкантах на можно руку засунуть вот другая сторона внизу лежит термален на него на этот термален как на прокладку потом ставится подоконная доска еще одно уточнение или замечание по поводу выбора вот этих вот стоят стойки я делаю так как у меня стена допустим на этом доме и на том который я строил тут недавно стена у него толщиной то есть брус у него 150 поэтому я беру брус 150 и здесь 10 150 на 10 можно конечно сделать и 150 и 150 но тогда некрасиво будет сюда обналичник прибивать слишком широкий будет брус поэтому с условием того что здесь обналичка если дом не обшивается то лучше взять наверное вот такой вот 150 на 10 150 на 100 вот это правильно будет и еще одно замечание по нему если будете делать обсадную коробку самостоятельно когда будете делать смотрите пожалуйста чтобы вот такие вот эти трещины остались внутри тогда у вас или где-то есть намек на трещины когда вы смотрите вот брус выбираете под этот если есть намек на трещины то лучше здесь вырезайте и вот этот паз получится как разгрузка и тогда у вас он лопнет вот эта сторона он ее разгрузит дерево высохнет усохнет его вот так вот поведет он раскроется там не лопнет пилил я его ручной циркуляркой циркулярку пропил ставил глубину 45 здесь отмечал две линии так чтобы у меня 50 получается через 50 миллиметров отметил линию циркуляркой пропилил паз на 45 глубину потом еще здесь паз потом крайний паз и посередине несколько штук потом стамеской все это выбиваешь вычищаешь выбраны пазы и здесь вот такая вилка это естественно соединяется друг с другом размер вот этого шипового соединения я делал 40 40 40 и вот так вот 40 расчерчивал выбирал эти пазы сначала пилил тут ручной циркуляркой потом остатки убирал стамеской потом когда стойки все все четыре стороны стоек готовы вертикально ставил вот уже вот на подоконные и на доконные доски и причерчивал и потом выбирал вот вот таким вот образом это выглядит соединение когда она вставлена возможно будут вопросы почему здесь нет ласточкиного хвоста соединение и так далее мне кажется прямое соединение намного лучше потому что прямое соединение она по слоям древесины идет если был бы ласточкин хвост это было бы что-то вроде вот этого вот то есть когда прямое соединение древесина по слоям она здесь не отколется а ласточкин хвост может отколоться поэтому вот не делаю так если вот здесь вот вот в этом месте сделать что-то подобие ласточкиного хвоста вот таким образом то есть вероятность что вот это все сколется какой-то момент иллюминатор для собаки от старой стиральной машины как самолете ан-24 так ну и собирается она довольно таки просто примерно поставили в размер подоконную доску потом одну стойку вторую и сверху замок вот это вот щель которая вверху между срубом и над оконной вот этой вот доской вот это пространство оставляете на усадку чтобы потом у вас дом когда сядет он не не подвис вот на этих стойках а если вы будете окно сразу в дом ставить без усадочной вот этой вот без обсадной коробки то есть вероятность что у вас окно сломает когда дом будет садиться счет для этого делаются эти коробки чтобы окна не ломала